Итак, вечер во Владимире продолжается. В прямом эфире Вячеслав Картухин, заместитель председателя ЗАГС Собрания Владимирской области. Вячеслав Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Давно вас не было у нас в студии, мы соскучились. Но понятно, что сегодня пандемия отразилась на работе всех и даже тех, кто занимается законопроектами. Вы встречались удаленно на ЗАГС Собрании. Какие сейчас важные вопросы обсуждают законодатели? Ну, конечно, мы не могли остаться в стороне от происходящих на сегодняшний день в нашем государстве проблем. Это, прежде всего, пандемия, которая затронула практически все сферы жизни нашей, коснулась практически всех. И, конечно, наша основная задача была принимать законы, которые бы поддержали, помогли нашим предпринимателям, прежде всего. Потому что очень многие бизнесмены, это касается и крупных бизнесменов, средний, малый и средний бизнес терпят убытки. До сих пор этот процесс продолжается. Поэтому, конечно, мы приняли буквально на предыдущем заседании Законодательного собрания серьезный закон, который направлен, прежде всего, на налоговое послабление. Это касается и патентной системы, и упрощенной системы налогообложения. Потому что мы предусмотрели возможность снижения, достаточно серьезный выплат по этим налогам. Но, конечно, это идет в русле принимаемых на федеральном уровне мер поддержки. Это серьезные финансы, которые выделяются уже с федерального бюджета. Региональный бюджет также активно будет принимать участие в этом процессе благодаря такому закону. Но, кроме этого, мы приняли закон о льготной ипотеке для работников сферы культуры. Потому что мы понимаем, что наряду с учителями, с врачами, к сожалению, в сельской местности работников культуры не хватает. И поэтому вот эта мера, она достаточно серьезная, которая направлена на то, чтобы привлечь тех, кто хотел бы себя реализовать в этой сфере, прежде всего, в сельскую местность. Поэтому такие законы принимаем. Кроме этого, сейчас буквально поступил уже законопроект федеральный в законодательное собрание. Касается он изменений в Трудовый кодекс Российской Федерации, который направлен на то, чтобы устранить пробел. А пробел касается дистанционной системы работы. Потому что Трудовой кодекс действующий не предусматривает мер защиты работников в данных условиях. Поэтому на сегодняшний день разработано федеральное законодательство. И буквально в ближайшие дни будет принято, соответственно, решение законодательного собрания поддержки как раз наших законодателей. Причем разработкой этих изменений занималась партия «Единая Россия» как на федеральном уровне, так же на региональном уровне выступим как раз в поддержку этих изменений. Поэтому я думаю, что это опять же те меры, которые необходимы в условиях пандемии. Поэтому можно сказать, что вся наша деятельность сосредоточена на этом. Но кроме этого, конечно, мы проводим большую работу именно по партийной линии депутатов различных фракций. Но я, конечно, представляю фракцию «Единая Россия». Поэтому мы большую работу провели по сбору средств на поддержку медицинских учреждений, медицинских работников. Было собрано более 10 миллионов рублей. Это личные средства наших членов нашей партии, регионального отделения по инициативе Краснодара Николаевича Киселева. Это было все сделано нашего спикера и руководителя партии «Единая Россия» в регионе. Поэтому такая работа большая проводилась. Каждый в округе оказывал поддержку своим районным больницам и поликлиникам. Потому что нужна такая поддержка нашим врачам. И моральная, и материальная. Также законодательные меры на федеральном, на региональном уровне поддержку врачей принимались. Давайте подробнее на этом остановимся. Потому что это важно. Мы понимаем, что в условиях пандемии это те люди, которые отражали натиск врага. Поэтому такие меры поддержки на законодательном, на федеральном уровне, они очень нужны. Ну, конечно, в первую очередь это меры материального характера. Потому что на федеральном уровне целая система мер именно материального характера. Это было решение, по сути, озвучено президентом нашей страны. Это стимулирующие выплаты, так называемые. Которые на сегодняшний день практически дошли до всех получателей. В основном это касается тех медработников и тех, кто... И тот персонал, который непосредственно находится в контакте с теми, кто заболел. Поэтому это, конечно, касается широкого круга медицинских работников. Но, тем не менее, это достаточно большое количество медицинских работников. Поэтому эти стимулирующие характеры. Средний их размер там зависит и от средней заработной платы. Ну, в среднем по региону это превышает 20 тысяч рублей. Но, соответственно, также мы приняли региональный закон, который... Точнее, изменение в региональном законодательстве, который обеспечивает обязательно медицинское страхование таких работников. Вот. И размер страховой выплаты в случае наступления страхового случая. Это касается, прежде всего, если медицинский работник заболеет, значит, коронавирусом. Соответственно, составит порядка 50 тысяч рублей. И задача уже департамента здравоохранения, администрации Владимирской области обеспечить выплату, соответственно, в случае наступления страховых случаев. Поэтому, в целом, с точки зрения юридической, материальной, на сегодняшний день медицинские работники защищены. И сейчас задача, конечно, чтобы выплаты дошли до получателей, потому что мы фиксируем, контролируем этот процесс. Был период, когда по всей стране эти выплаты не доходили своевременно. Поэтому мы стараемся рассматривать и жалобы оперативно влиять на политику департамента здравоохранения, чтобы все-таки нарушений в данном вопросе было минимальное количество. Кроме этого, по линии партии «Единая Россия» несколько автомобилей передали центральным больницам, районам. Это в Вязниках, в Владимире. Это защитные костюмы и так далее. То есть, по сути, это продуктовые наборы. Это тоже участие депутатского корпуса нашего законодательного собрания. Большое количество продуктовых наборов передавалось тоже медицинским работникам, членам их семей. Поэтому я думаю, что в целом медицинские работники, я лично встречался, например, с коллективами и во Владимире, рядом в больнице, и в Камешковской ЦРБ. Но, соответственно, они эту поддержку принимают с благодарностью, потому что им нужна вообще вот такая вот поддержка всего общества, государства. И, конечно, они эту поддержку чувствуют, потому что действительно ситуация сложная. И мы видим, что такие случаи возникают, когда у врачей опускаются руки, когда у некоторых даже страх возникает. Вот на определенном периоде возникал, особенно когда вот начало было пандемии. Поэтому, конечно, здесь общество должно действовать максимально сплоченно. И я думаю, что у Владимирской области достаточные меры приняты были для того, чтобы защитить наших медицинских работников. Хотя проблемы есть, они касаются того, что это не комплект персонала, потому что мы знаем, что нехватка большая специалистов. Но в целом происходило перераспределение сил, усиление. Мы видим, что президент направил целые медицинские бригады в помощь нашим медицинским работникам, потому что он знает реально, что проблемы существуют в сфере медицины. И вот эта вот такая поддержка, она очень важна в целом. Но я бы хотел обратиться к жителям Владимирской области и городу Владимира, потому что на самом деле проблема, она еще не ушла никуда. То есть болезнь, она еще, так если выражаться, еще распространяется. И, соответственно, надо соблюдать меры необходимые. Это масочный режим, это одевать перчаточки, это обрабатывать руки, особенно в общественных местах. Понятно, что никто не требует, чтобы по улице кто-то ходил в масках. Но в целом вот это вот элементарные меры защиты, их необходимо соблюдать, потому что это касается и жизни самих людей, и тех, с кем они контактируют. Мы же видим, что есть бессимптомные случаи, а человек может заразить другого. Ну и, соответственно, конечно, медицинских работников жалко, потому что им же придется сталкиваться с такими случаями, когда, если это будет продолжать распространяться. Поэтому наша задача, чтобы побыстрее этот вопрос был решен, хотя, еще раз, проблема непростая. Есть звонок телезрителя. Игорь, здравствуйте, спасибо, что вы нас смотрите. Ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте, Анна. Вот у меня вопрос. Почему пандемия актуализировала поправки в Конституцию, связанные с защитой прав граждан? Вопрос от нашего подготовленного зрителя. Спасибо, Игорь. Почему недостаточно в Конституции поправка предусмотрена? А пандемия актуализировала эти поправки? Ну, я думаю, что да, потому что поправки в Конституцию были объявлены до пандемии. И, соответственно, конечно, сама пандемия выявила ряд проблем. И то, что в Конституции, конечно, в том числе, как раз предусмотренные статьи, направленные на улучшение качества, доступность медицины и здравоохранения, это очень важно. Потому что речь идет о гарантиях такой медицинской помощи, высококачественной, в законе, имеющем высшую юридическую силу. Поэтому, конечно, пандемия в этом плане, она определенные позиции лишь актуализировала и усилила. Поэтому здесь, конечно, согласен с этим абсолютно. Ну что ж, мы плавно подошли к теме голосования. Как раз сегодня дан старт общероссийскому голосованию. Кто-то будет думать до 1 июля, кто-то уже принял решение. Но вопрос, который чаще всего мы слушаем от наших телезрителей, в сетях интернет, просто от своих знакомых. Почему, если везде эти поправки уже приняты, одобрены президентом, Советом Федерации, ЗАГС Собранием, в том числе, в нашем Владимирской области, зачем тогда голосовать, если все уже принято? Ну, это было решение президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина. Ну, вы знаете, что я юрист по образованию, в том числе, как раз одна из дисциплин, которую я читаю студентам, это конституционное право. Я могу сказать, что это очень такое волевое и смелое решение президента. То есть он, по сути, дополнительно к существующему порядку, который юридически предусмотрен, он мог бы не обращаться к жителям страны, и эти поправки бы уже начали действовать. Но, как человек, для которого важно мнение жителей нашей страны, он пошел на такое очень серьезное, на мой взгляд, ответственное решение. Потому что, по сути, он говорит, давайте, посмотрите на эти поправки, вместе посмотрим на эти поправки и скажем, нужны они или нет. То есть это такое, на мой взгляд, уважение каждому из нас. То есть, по сути, у нас с вами... Спросили. Спросили, и у нас есть возможность прийти, согласиться с этим, не согласиться, да, почитать. Я вот уверен, что вообще вот такая позиция президента, когда он вообще принял решение очень важное, начать этот процесс изменений конституции, он, по сути, активизировал вообще всю политическую жизнь в нашей стране. Потому что граждане стали более заинтересованными. Кто-то впервые взял конституцию в руки. Так, и за что мы голосуем. Да, за что мы голосуем. Поправки начали читать. Кстати, вот мы недавно анонсировали, вот он должен проводить в социальных сетях гражданский экзамен по конституции. Очень интересный, кстати, такой вопросник по поправкам в конституцию. И самое главное, что президент ведь не только, скажем так, сам что-то инициировал и объясняет нам по федеральным телеканалам. Участвуют ведущие юристы. Вот я точно могу сказать, что Клишес, Хабриева, Крашенинников, это лучшее, что у нас есть в плане именно конституционного права на сегодняшний день в стране. Ну, я могу сказать, что Павел Владимирович Крашенинников, которого я лично знаю, это бывший министр юстиции России. То есть очень опытный человек, профессор. Вячеслав Юрьевич, перебью, пока есть у нас звонок телезрителя. Николай, здравствуйте, ваш вопрос. Повторите, пожалуйста, попытку. Итак, вся элита, юридическая, общественная. Общественная, да. Граждане, все включены в этот процесс обсуждения. Круглый стол. Недавно на базе Владимирского филиала президентской академии, которая возглавляет, тоже круглый стол прошел. Разные мнения звучат. Безусловно, нет и не должно быть, что все прямо говорят, надо правильно. Кто-то с чем-то может не соглашаться. Это нормальный процесс. Для этого и есть голосование, да-нет. Кто-то может нет проголосовать, кто-то да. Но большинство, с кем я общаюсь, они, конечно, поддерживают именно подход, такие поправки, в которые включено все общество. Потому что нам же жить по этим законам. Многие говорят, а почему нельзя отдельными законодательными актами это все отрегулировать. Я объясняю таким образом, что Конституция это основной закон, высшая юридическая сила. И те позиции, мы знаем, что там достаточно серьезные вещи. Это касается исторической правды. Это касается института семи традиционных ценностей. Это касается культуры. Это касается перестройки всего государственного аппарата. Так как это было одобрено населением, большинством, да, в случае одобрения. Соответственно, если вдруг власть в стране изменится, и они хотят от этого отказаться, то им придется опять же посоветоваться с населением. То есть вот в чем сила вот этих поправок. То есть они более легитимные. То есть больше людей согласились с этими поправками. А для государства это ответственность высочайшая. Потому что государство должно будет индексировать пенсии в обязательном порядке. То есть это было по закону. Ну, условно говоря, пришел другой правитель, посмотрел. А денежек мало, не буду я индексировать в бюджете. Направлю я на что-нибудь другое. Себе особняк построю лишний. Нет. То есть если в Конституции мы проголосуем за это, то пенсия будет индексироваться. И чтобы от этого отказаться, опять же, надо выносить это национародное голосование. То же самое касается индексации пособий, социальных выборов. Сейчас еще подробнее поговорим об этом. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Вот мы говорим о поправках к Конституции. Я очень внимательно прочитала все поправки. Все. И статья 114, часть 1. В пункте В говорится, что президент, как гарант, обеспечивает проведение в Российской Федерации единого социально ориентированной государственной политики в области охраны окружающей среды. Также еще есть два пункта в этой же статье Е. Тоже президент, как гарант, осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического малогообразия страны. И на фоне того, что нас призывают сейчас голосовать за поправки в Конституцию, в Пенскенском муниципальном образовании проходит слушание, ну, по всему образованию, по поводу расширения границ Маринского полигона. Изначально он... Представляли нам его, как это будет полигон. На самом деле, это сейчас самая обычная, вообще отвратительная свалка с кучей крыс, тараканов, чаек. Получается, что президент нам гарантирует вот эти поправки и наше конституционное право, а Камешковские администрации во главе с депутатами это право, в общем-то, хотят попрать. И фактически бойкотируют принятие этих поправок. Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо, очень хороший вопрос. Спасибо. Да, спасибо за вопрос, но это конкретная ситуация. Как это работает, да? То есть, мы принимаем эти поправки, и как оно будет работать в этом случае? Безусловно. Но вот я вам могу точно сказать, что развитие поправок будет принято, пока по предварительной информации, более 70 федеральных законов. В том числе, среди них будут и федеральные конституционные законы. То есть, мы же понимаем, что поправки это такие ключевые вещи, тезисы, которые дальше должны быть лечь в основу законодательных актов. Поэтому, как раз и включение поправок, связанных с экологией, защитой окружающей среды, приведет к тому, что законодательство в этой сфере будет существенно присмотрено как раз для того, чтобы защитить интересы граждан больше. Поэтому, в этом плане, это хороший пример того, что очень важно поддержать эти поправки. Потому что, вот, конституция, это основа, это каркас всей законодательной системы страны. И, безусловно, на сегодняшний день, если у граждан не хватает каких-то возможностей юридических для защиты данной ситуации своих вопросов, то надо понимать точно, что включение таких поправок, голосование за них уже с учетом их внесения в этой конституции, новой редакции, соответственно, приведет к тому, что ответственность всех субъектов в сфере экологии, природоохраны усилится. Вот это я вам могу однозначно сказать. Поэтому возможности у граждан, они станут, их станет больше гораздо с точки зрения защиты своих интересов. Ну, вот, я думаю, что это вот таким образом сейчас можно ответить на этот вопрос. То есть, будут приняты поправки и постепенно они потянут с собой, уже проработают законодательные уровни во всех сферах? Конечно. Я скажу уже более, что этот вопрос уже, да, то есть на случай, если все будет пройдет хорошо, положительно, соответственно, уже эти вопросы заранее продумывались. То есть, уже, условно говоря, есть наброски даже того, какие законы будут приниматься. То есть, я назвал цифру более 70, это по информации Крашенинникова Павла Владимировича, который является сопредседателем рабочей группы как раз по поправкам в Конституцию. Поэтому это информация в федеральном уровне. Здравствуйте, Светлана. Слушаем вас. Вечер. А подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Относимые поправки не связаны друг с другом. Тут и правительство... Пожалуйста, скажите, пожалуйста, погромче. Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно. Слышно меня? Очень плохо. Можно погромче? А вот скажите, пожалуйста, слышно меня? Угу. Вот выносимые поправки, они не связаны друг с другом. Тут и правительство, и суверенитет, и волонтеры. А законно ли принимать их одним пакетом? Почему нельзя разбить себе поправки в Конституцию на несколько законопроектов? Да, плохо слышно, но примерно вопрос понятен. Итак, почему мы принимаем поправки единым пакетом? Почему нельзя разбить на какие-то части, ну и ставить не одну галочку, а несколько? Ну, я думаю, что такое решение было принято, исходя из того, что, как мы уже говорили, было обсуждение такое очень широкое, да, поэтому все поправки обсуждались. Это все было публично, не кулуарно, я подчеркиваю это, да, потому что мы ежедневно имели возможность отслеживать это по федеральным телеканалам, социальных сетях. Вот, поэтому я думаю, что это для того, чтобы, ну, дело в том, что если это будет по поправкам, по каждой, то, представляете, да, 46 поправок, сколько придется избирательной комиссии, например, ввести подсчет. То есть это надо будет считать несколько дней, да, потому что голосующих все-таки будет достаточно много, если брать масштабы страны. Поэтому я думаю, что это принято именно из-за организационной целесообразности, вот, и в данном случае, с учетом основного закона, на мой взгляд, это оправдано. На днях состоялся в филеаре Ранхикс круглый стол с участием депутатов в законодательном собрании. Вы же сказали, что мнения разделились, но вот основные ключевые моменты, в которых все сошлись участники круглого стола? Ну, все сошлись, что на самом деле поправки все очень взвешенные, то есть они актуальны ввиду того, что изменилась вообще ситуация в мире. Она изменилась, во-первых, не только благодаря пандемии, потому что поправки до пандемии, да, предлагались, но прежде всего изменилась ситуация на международной арене. Потому что мы видим, что с момента, когда Крым перешел юрисдикцию России, да, насколько активно ряд стран используют в своем арсенале, например, санкционную практику. И, соответственно, оказывается давление на всех субъектах международного права, и причем на целое государство оказывается давление. Оказывается давление на граждан отдельных государств. И мы видим, что, ну, происходит такое, скажем так, ну, действительно давление на суверенитеты целых государств, да, что страны, например, Евросоюза не могут одобрить, например, строительство Северного потока-2 для себя же, да. То есть им тоже, говорят, мы и против вас ведем санкции. Поэтому вот изменение международной обстановки говорит о том, что действительно необходимо усилить определенные конституционные позиции именно с точки зрения государства. Потому что это и целостность территориальная, да, которая предусмотрена поправками в Конституцию. И так называемое перераспределение полномочий между органами государственной власти. Потому что, по сути, мы видим, что президент часть своих полномочий передает Государственной Думе, Совету Федерации, Конституционному суду. На мой взгляд, это очень важно. Потому что здесь не происходит такого, скажем так, концентрации власти в одних руках. То есть она перераспределяется. Это вообще в государствах сильных центров власти должно быть несколько. И поэтому я думаю, что здесь очень такая хорошая логика перераспределения этой системы. Поэтому я думаю, что вот в целом участники круглого стола, они высказывались в этом ключе. Но кто-то высказался о том, что вот все быстро происходит очень по времени, что президент озвучил в январе, сразу на голосование выносим. Вроде надо время, чтобы это все осмыслить. Но по большому счету в мире ситуация, как пандемия показывает, развивается настолько динамично, что можно и опоздать с какими-то вещами и останемся без суверенитета. Да, нужно успеть звонок телезрителей принять, а то останемся без Елены. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хочу такой вопрос задать. Насколько вот эта необходимость сейчас актуальна изменения в поправку в Конституцию, когда у нас сейчас такая сложная эпидемиологическая ситуация? Почему именно сейчас? Спасибо за вопрос. Ну, то, что вот в условиях пандемии, по сути, принимаются поправки. Но здесь я могу сказать следующее, что, во-первых, уже механизм был запущен. По голосованию еще до пандемии была обозначена, по сути, дата голосования. То есть она была перенесена. И как только, условно говоря, все увидели, что ситуация улучшается, соответственно, было принято такое решение. Но я здесь увязываю это в том числе с бюджетным процессом, потому что многие поправки, они как раз потребуют в том числе бюджетного финансирования. Бюджет федеральный формируется, по сути, уже идет верстка проекта федерального бюджета на будущий период. И в сентябре будет активное обсуждение всех бюджетных бюджетов на следующий период. Соответственно, это касается и регионов, это касается и федерального бюджета. Поэтому, чтобы успеть в этот бюджетный цикл, чтобы как можно быстрее поправки начали работать, потому что все в этом заинтересованы. А не ждать еще целого года. Конечно. Поэтому это и вызвано именно таким образом, что это сейчас необходимо провести именно в этот период. Мы удаляемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы продолжаем разговор о поправках в Конституцию с Вячеславом Картухиным. Итак, блок социальных норм достаточно очень весомо прописан в новой редакции. И часто звучит вопрос, зачем их закреплять в Конституции, хотя они регулируются отдельными федеральными законами. Я в принципе об этом уже сказал, что по сути эта инициатива даже идет от общества, чтобы прогарантировать в высшем документе, прогарантировать социальные выплаты. То есть это по сути становится святой обязанностью государства. То есть в случае, например, кризисных ситуаций, ну что в кризисных ситуациях происходит, если это экономический кризис, а то есть падают доходы в бюджет. И можно от каких-то социальных пособий отказаться, выплат. Соответственно, если это будет закреплено в Конституции, то эти обязательства будут выполняться, условно говоря, до последнего патрона. Поэтому в этом и важность принятия. То есть для граждан-то это важно, для наших уважаемых пенсионеров, для пожилых людей, для нетуровоспособного населения с точки зрения тех, кто у нас нуждается в поддержке со стороны государства, для малообеспеченных семей. То есть вот на эти категории, прежде всего, и направлены вот эти меры социальной поддержки именно в Конституции. Вот поэтому здесь я абсолютно разделяю позицию, что надо придать им высшую юридическую силу. Потому что я думаю, никто, например, из депутатов разного уровня не скажет, а давайте мы пожертвуем какими-то социальными выплатами. То есть вот чтобы такого соблазна не было, пусть они будут в Конституции, вот и пусть наши граждане, которые в этом нуждаются, будут максимально защищены именно этим документом, высшей юридической силой. Есть звонок телезрителям. Иван, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Иван, мы вас слушаем. Говорите вы в эфире. Ну что ж, мы продолжаем разговор. Иван, ждем, что вы вернетесь к нашему эфиру. Итак, вот если поговорить немножко про другую плоскость, то есть вы не как сейчас депутат ЗАГС Собрания, а как человек, который работает в сфере образования, причем в очень серьезном заведении учебном, вот с образовательной точки зрения, с точки зрения всего научного сообщества, какие важны здесь поправки? Ну, важное, конечно, это касается тех поправок, которые касаются научно-технической политики в сфере научно-технического прогресса, потому что действительно многие государственные решения должны опираться на науку. Поэтому закрепление этих позиций в Конституции, они тоже приведут к тому, что будет больше средств выделяться на научную деятельность, на образовательную деятельность. Потому что мы ощущаем эту потребность на самом деле, потому что, ну, если кто не знает, то Владимирский филиал, например, президентская академия, ну, в большей степени на самофинансировании находится, да, поэтому у нас, конечно, есть доля государственного финансирования, но она небольшая. Вот для того, чтобы развиваться, надо, чтобы государство в большей степени поддерживало научные разработки. Вот здесь тоже будет, опять же, более высокий уровень гарантированности именно научно-образовательной деятельности, потому что мы за последние годы ощутили эту поддержку, на самом деле это касается, прежде всего, указов президента, направленных на более высокую заработную плату профессорского преподавательского состава. Поэтому в этом плане действительно ощущается поддержка государства. Но есть еще материально-техническая база, которая требует новых лабораторий, новых полигонов, большего количества современных помещений, аудиторий. Поэтому я думаю, что любое высшее учебное заведение Владимирской области нуждается в более серьезной поддержке, да, в общежитии, в конце концов. Да, это касается, там, хоть Владимирского государства, университета, хоть Владимирского филиала президентской академии. То есть, конечно, нужны более современные помещения, более современные условия. Поэтому изменения происходят, но они пока незначительные. Поэтому, конечно, для сферы образования тоже поправки, которые вносятся, они имеют очень большое значение. Есть Мария Звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ярослав Юрьевич, такой к вам вопрос. Голосование уже началось сегодня, и мы знаем, что появилась возможность проголосовать до 1 июля. Как вы думаете, явка на голосование будет высокой, или большая часть населения проигнорирует это голосование? Ну что ж, и ваши прогнозы, будет ли высокая явка, да как на выборах, да? Хотя мы понимаем, что и рассказывали уже в эфире, что это немножко другое, да? Конечно, я рассчитываю, что явка будет выше 50%. Наверное, на очень большую явку сложно рассчитывать, потому что, ну, с условием, что голосование, по сути, длится уже сегодня первый день, с 25 по 1 июля. Ключевой день это будет 1 июля, то есть у всех есть возможность прийти и сделать свой выбор. Где-то используются и современные системы связи для того, чтобы отдать свой голос. Поэтому государство максимальные условия создает для того, чтобы граждане сделали свой выбор. Поэтому, конечно, исходя из этого, можно предполагать, что явка будет достаточно высокой. Ну, кто придет на голосование? Явно не тот человек, который не читал, которому все равно, которому без разницы, что у нас происходит и что будет завтра. Ну, вы знаете, я как депутат со стажем прошел много избирательных кампаний. Конечно, я разные подходы видел. Кто-то категорично говорит, я не буду ходить на выборы, не буду голосовать. Но я знаю, что большинство жителей нашей страны, нашей области, города Владимира, это ответственные люди, которые понимают, что такое голосование, это гражданский долг наш, прийти и выразить свое мнение. Поэтому я просто выражаю уверенность, что пойдут голосовать разные категории населения. Конечно, более активно будут голосовать наши уважаемые люди старшего поколения. Кстати, по ним тоже прописано, ведь в Конституции, в поправках, это уважение молодежи к старшим. Ведь эта позиция, казалось бы, зачем ее в Конституции прописывать? А я думаю, что это очень важно, потому что за этим последует определенный мир. Вообще слово воспитание звучит в поправках, ведь это серьезно. Ведь раньше говорили образовательное учреждение, вы занимаетесь только образованием. А в последние годы звучит, пожалуйста, образовательное учреждение, вы занимаетесь еще и воспитанием. Мы-то всегда это понимали, на самом деле. Но если это будет в Конституции, то кто это не понимал, он будет это понимать. Он будет работать в этом направлении, потому что в это надо вкладываться, понимаете? А так я в целом знаю, что люди разных поколений пойдут голосовать. Наверное, те, кто не проголосует, не пойдет на выбор, но это их право. Здесь я всегда за то, чтобы никого не надо поддавливать, никто никого не заставлять, не должен ничего делать. Но если мы хотим жить в сильном государстве, где мы, каждый гражданин знает основной закон, а я уверен, что вот этой кампании по поправкам в Конституцию очень многие будут осознавать свои права и обязанности, более понимать их будут, что закреплено в Конституции. Соответственно, если они будут знать и понимать, они смогут себя и защищать в будущем. Потому что прийти и сказать в судебные органы власти, что это в Конституции прописано, я уверен, что это будет играть очень серьезное значение. Потому что будет перестроена судебная система, будет по-другому действовать в условиях, когда те или иные нормы, которых раньше не было, будут закреплены в Конституции. Поэтому я уверен, что гражданин, который осознает свою меру ответственности, ответственный гражданин, он сделает правильное решение с точки зрения пойти и принять участие в голосовании. Но какие будут результаты, узнаем уже, конечно, когда будут подведены итоги. Но я, конечно, сам, если говорить обо мне, конечно, я обязательно приму участие в голосовании. И не буду скрывать, я буду голосовать за поправки в Конституции, потому что я вижу очень много положительных моментов во всем этом процессе по голосованию за поправки в Конституцию. Ну, профессия обязывает разбираться в этом. Поэтому мы вас пригласили, чтобы вы поделились в суд. Да, конечно, я бы и сегодня присутствую, чтобы гражданам было более понятно. Потому что сегодня еще мы видим в социальных сетях какое-то нагнетание какое-то происходит с точки зрения голосовать, не голосовать, за, против. Очень много ложной информации. Поверьте мне, в социальных сетях очень много такой, скажем так, кривой информации, неточной. Потому что, видимо, есть интересанты, которые, как и на выборах президента мы это видели, которые устраивали такую волну против вообще выборов президента и так далее, против Путина, против нашей страны. Ну, действительно, это присутствует. Но я опять же говорю, есть разные точки зрения. Человек может с чем-то соглашаться. Я с уважением отношусь к любой точке зрения. Но я против того, чтобы кто-то навязывал свою точку зрения. Вот я на сегодняшний день вижу, что противники голосования, они пытаются навязать свою точку зрения. Причем абсолютно необоснованно даже с помощью такой некорректной подачи информации. И поэтому мы сейчас очень активно, депутаты законодательного собрания, кстати, мы по решению нашего спикера перенесли заседание, даже оно должно было состояться буквально на днях, но перенесли на более поздние сроки, для того, чтобы депутаты и сами сделали выбор свой, и поработали в округах. Вот поэтому мы эту работу проводим, разъясняем гражданам необходимости их по праву. Поэтому это очень важная задача. Кстати, вот вы говорили о том, что законодательное собрание регионов многих рассматривали уже, и голосовали, и мы рассматривали этот вопрос по поправкам. И у нас и Единая Россия, и ЛДПР, и Справедливая Россия поддержали эти поправки. Это наше вот законодательное собрание. Воздержались только представители коммунистической партии. Но это, опять же, их право. Они свою позицию озвучили, и с уважением к этому надо относиться. Но подавляющее большинство депутатов законодательного собрания нашего региона одобрили, и других регионов. То есть, по сути, вовлечены очень многие институты. Общественные палаты обсудили у всех регионов. Круглые столы, опять же, проводились. Поэтому, ну, мне кажется, это важно, чем кто-то где бы там на коленке подписал эти поправки, они бы вступили в силу, даже президент, да. Но, наверное, они бы не были столь значимы для каждого из нас. Для меня, опять же, это значимо. Еще раз, хотелось бы обратить внимание на поправках такого общечеловеческого значения. Что бы вы отметили? Поскольку это те вопросы, которые волнуют всех, независимо от профессии, от рода деятельности. Ну, вы знаете, достаточно много интересных поправок. И многие из них, кстати, появились уже в ходе обсуждения. Ведь там не все поправки, которые изначально президент предлагал. Он просто предложил, давайте обсудим и мои поправки, и, соответственно, если кто-то предложит что-то. Поэтому многие поправки, это так называемый общественный договор. Люди предложили. Ну, касается, например, защиты животных. Да, с одной стороны, вроде бы, зачем в Конституции это? С другой стороны, по Владимиру мы видим, что вопиющие случаи есть жестокого отношения к животным. Да, мы ведь до сих пор нормально не можем организовать деятельность приютов для животных в территориях. Я вот знаю, что в Владимирской области есть такие проблемы. Вот, мы хотя предпринимаем определенные усилия, но их недостаточно. Если это будет в Конституции, то все-таки, ну, наверное, заставит и более ответственно относиться к нашим братьям меньшим. Потому что, ну, действительно, здесь есть проблема. Действительно, на сегодняшний день очень много безнадзорных, например, животных, собак. Если взять по улицам, да, и... А давайте зададим вопрос, а почему их много-то вдруг оказалось? И давайте вспомним, что когда мы принимаем решение взять кошечку или собачку к себе домой, у всех глаза горят, все хотят такого питомца иметь дома. А когда приходит момент, вот он надоел, за ним надо ухаживать, и мы его выбрасываем на улицу, ведь они же просто так не появляются на улице. Это говорит о том, что это некоторые граждане просто-напросто безответственно относились к принятию решения. Потому что я думаю, вот у меня есть, например, кошечка, да, и я понимаю, насколько ответственное решение мы изначально принимали, все взвешивали за и против. И я, например, понимаю, что хотели дети, а на сегодняшний день больше ответственность несет папа, например, да, и я ухаживаю за этим питомцем в большей степени, призываю своих детей все-таки проявлять ответственность, да. И вспоминать. Ну это же в каждой семье такое есть. А где-то родители говорят, вам не надо, нам не надо, выкинули. И вот они образуются, вот эти стаи собак, которые могут напасть на человека, такие случаи есть в Владимирской области. Ну это как бы одна из позиций, которая ярко иллюстрирует, да, как вот попала она эта поправка, но попала она не случайно, это явно люди предлагали, которые родеют за животных, да. Волонтерство опять же, да, то есть придается особой значимости волонтерству, потому что мы знаем, волонтеры Победы, волонтеры Олимпиады, это люди, которые жертвуют своим личным временем, действуют, жертвуют во благо. Сегодня еще волонтеры-медики. Да, волонтеры-медики. Во время пандемии очень много и молодежи, кстати, и людей старшего поколения. Они ведь приходили на помощь людям пожилым, ведь мы порой это не видим. Конечно, в средствах массовой информации освещались такие случаи. Одинокие люди пожилые проживают, и именно волонтеры приходили им на помощь в сложной ситуации, когда и медицинского работника сложно вызвать, и скорую помощь, потому что, ну, такая форс-мажорная ситуация. Вот они приходили на помощь продуктовыми наборами, определенными какой-то помощью физической, да, это такие современные тимуровцы, можно сказать. И в Конституции закрепляется это, опять же, для статуса этих волонтеров, чтобы они гордились этим званием. Потому что, действительно, вот я считаю, что на сегодняшний день количество волонтеров в стране вообще увеличилось, и в нашем регионе. Это уже дело чести, возникает желание участвовать в этом. Я думаю, что это ведь хорошее воспитательное пространство для наших молодых людей, которые вовлекаются в этот процесс. Когда они не с пивом где-то, значит, на задворках проводят свое свободное время, а с пользой для себя, да, когда они отдают часть себя. Вот я недавно, например, стал волонтером-донором, да, издавал кровь на станции переливания крови, меня пригласила общественная организация. Для меня это было неожиданно. Это я впервые делал, честно говоря, да. Но я испытал чувство какого-то такого удовлетворения, значимости своей, что вот и как-то понимание доноров, что они сдают кровь для тех, кто в этой помощи нуждается, да. Ведь это те, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, кто заболел чем-то, также в условиях пандемии, понимаете. Это очень важно, поэтому это действительно вот это понимание этого процесса предложили в Конституцию. Ну, ведь плохого-то ничего нет. Вот, понимаете, если сказать, что в этих поправках плохого, вот меня сложно убедить, что эти поправки нанесут вред. И вот мы-то только часть с вами поправок рассмотрели, но за каждой из поправок стоят судьбы людей, значимость, ответственность и нужность, понимаете, необходимость. Поэтому надо очень внимательно читать, да, смотреть и понимать, почему негативная информация распространяется, да. Распространяется она для того, чтобы, ну, кому-то это не надо по каким-то причинам. Кто-то хочет, чтобы было все плохо, а я хочу, чтобы в нашей стране все было хорошо. Вот на этой положительной ноте мы и закончим сегодняшний эфир. Спасибо огромное. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч.